Я не стесняюсь. А что мне стесняться в свои 42 года? Я говорю, как и есть. Мне нужен инвестор, либо просто дайте денег. Семья, всем привет, это Сочи, Краснодарский край. С вами ваш покорный слуга Дмитрий Александрович. Низкий вам поклон, лучший самопровозглашенный. Самопровозглашенный, ребята, коллеги, не надо истерику устраивать. Я лучше, я лучше. Да вы лучше. А я лучший самопровозглашенный, консульта по подбору недвижимости в городе Сочи. Ко мне обращаются по вопросам ремонта, доверительного управления, строительства домов и купли-продажи недвижимости за лучшие деньги. Мне нужен инвестор. Либо, ладно, я оторву от сердца, я вам сейчас говорю, я оторву от сердца, несмотря на то, что почти ночью на дворе. Друзья, за моей спиной 12,7 земли, по соседству со мной в Каштанах, напротив великолепного озера, в тупиковом месте. Я мечтаю здесь построить дом сам, на продажу. Но я говорю, как есть. Нет у меня денег ни на покупку участка, ни на строительство дома. Если вы инвестор, покупайте, построим дом, продадим. Или, если вы хотите, ладно, покупайте для себя, но давайте я вам здесь построю дом. Место тупиковое. Отличное просто место. Участок шикарнейший. Двенадцать соток земли. Просто шикарный участок. Ну, просто с минимальнейшим вообще уклоном. Вот дом рядом по соседству. По соседству еще дом. Еще дом. Место тупиковое. И сейчас я вам покажу озеро. Что вам еще нужно? Давайте возьмем сейчас прям сразу. 16 миллионов рублей. Не подготовился я к съемке. Разделим на 12 соток. А, подождите, стоп. 16 миллионов рублей. Разделим на 12,7 сотки земли. Получим миллион 259 тысяч рублей. Миллион 260 тысяч за сотку. Просто реально это халява на сегодняшний день. Халява. Не 2 миллиона за сотку. Миллион 260 за сотку. Пока собственник не передумал. Возьмите этот участок себе. Мы построим дом. Многие люди хотят, мечтают. Они говорят, мы хотим большой участок. Нам три сотки не устраивать. На четыре сотки не устраивать. Двенадцать соток земли. Просто здесь можно такое отброхать хозяйство. И дом, и бани, и все. Или просто дайте мне деньги. Я понимаю, что это шутка, да? Но это не шутка. Я построю, продам. Либо я построю и здесь буду жить. Потому что у Катерины Андрейны мечта. Жить, чтобы рядом было озеро и так далее. Либо я построю, соответственно, продам и просто верну вам деньги с процентами. Вы заработаете на этом. 5 миллионов гарантированно вы заработаете. Дайте денег. Дайте денег. Мне нужен инвестор. Местер. Послушайте. Вы слышите это или вы этого не слышите? Это просто красота. Здесь нет проезжающих машин. Ничего. До аэропорта вы доедете отсюда 30 минут. До морпорта 30 минут. То есть вы посередке между Адлером и Сочи. Понимаете? До Хосты отсюда 6 километров. 10 минут на машине на расслабоне. Вы в Хосте. Здесь в поселке Магнит. При въезде пятерочка. Двухполосная асфальтированная дорога. Детей бесплатно возят в школу и возвращают обратно. И на рейсовом автобусе раз в 35 минут или в 40 вы ездите до Хосты. Прямо останавливается он около электрички на вокзале Хосты. И вы едете в любом направлении. Хоть на Красную поляну. Хоть в Краснодар. Хоть в Ростов. Куда вам нужно. Шикарное место. Обалденное. Реально. Отрываю от сердца. В этот момент, когда я рекламирую такие вещи. Вы знаете, я редко восхищаюсь, когда чем-то. Меня жалеют только об одном. Что у меня нет денег. Ну, не надо говорить, что ты там вселенную вызываешь. Ну, как есть на сегодняшний день это так. Если бы они были, я бы купил, построил и продал. И заработал бы на это минимум 5 миллионов. Ну, вот такая вот история. Поэтому мне нужен инвестор. Все, дорогие друзья. Я не буду бродить по этому участку, ходить по этому участку и так далее. Я сейчас спокойненько обойду по кругу. Там сидит мой сосед Никита. Ловит рыбу. Я с ним поздороваюсь. Он сказал, никому не снимай на камеру, что я здесь ловлю рыбу, потому что все приедут и выловят мою рыбу. Мы сюда периодически запускаем малька. Сейчас есть желание запустить сомиков. Вот. Сазанчики уже здесь есть. Ребята выкосили, навели порядок. Просто класс. У меня не было времени. Не ты знаешь постоянно то на стройке, то на ремонте, то еще где-то. Я вам напоминаю, кстати, что если у вас есть квартира, господа, где-то в горах или на первой береговой линии, что желательно, в Адлере или в Сочи, наберите, пожалуйста. Каравелла, Португалии, любой жилой комплекс без Райса. А лучше в Адлере, в Сириусе. Я возьму эту квартиру доверительного управления. Мы будем по договору, соответственно, делать там минимальный ремонт, делать клининг, обслуживать, рекламировать. А вы будете просто получать денежные средства. А мы будем ее сдавать. Если вам нужен ремонт, любой предчистовой, чистовой ремонт, мы это делаем в городе Сочи за лучшие деньги. Вы же это помните. От 15 тысяч у нас идет предчистовой ремонт, white box со всеми нашими материалами. Черновая лекция, черновая сантехника, перегородки, штукатурка, шпатлевка, стяжка пола, теплые полы. Это все от 15 тысяч за квадрат. Таких цен в городе Сочи никого нет. Мы это делаем. И без проблем мы делаем чистовой ремонт. Материал с вас от 10 тысяч рублей. Как правило, мы в 10 тысяч укладываемся всегда, если у вас нет каких-то супер хотелок, супер дизайнерского ремонта. Обращайтесь по ремонту. И стройка. Мы с Романом Николаевичем постоянно, регулярно строим дома. Без остановки. У нас строительство никогда не заканчивается. Зимой мы спокойно строим. Летом, весной, осенью. Набирайте. По вашему проекту, по нашему проекту. Наши проектировщики сделают для вас все, что вам нужно. Дизайнеры тоже без проблем. Поэтому набирайте. Мы построим вам лучший дом за лучшие деньги в городе Сочи. Капитальный монолитный дом. И у вас не будет никаких переживаний. Вы все знаете, где мы живем, на чем мы ездим, с какими мы телефонами ходим. Мы всегда на связи. И ежедневно видеоотчеты, фотоотчеты присылаем своим заказчикам и по ремонту, и по строительству. Ну и конечно же, если вы хотите купить недвижимость в городе Сочи, земельный участок какой-нибудь, господа. Хороший, за хорошие меняемые деньги. Миллион двести шестьдесят тысяч за сотку. Не два миллиона, не три, а миллион двести шестьдесят тысяч за сотку. Или если вы хотите купить себе дом с ремонтом без, первичное жилье, вторичное. Набирайте. Я с удовольствием вам помогу. От трех миллионов до бесконечности выбирайте. Если вы сами нашли объект, на Домклике, на Циане, на Авито, наберите. Дмитрий Александрович, мы нашли объект. Фейк это не фейк, проверьте. Мы хотим, чтобы вы сопроводили сделку. Мы нашли земельный участок. Сколько раз мы звоним? Я сопровожу любую сделку. Технически, юридически, все это с меня. Сто тысяч рублей. Мой гонорар сто тысяч рублей. Все, мне больше ничего не надо. Сто тысяч рублей, я работаю за сто тысяч рублей. Без проблем. Лучше я проведу три-четыре сделки в месяц и будут довольны, и все будут довольны, заработаю по сто тысяч рублей, чем я буду сидеть там, понимаете, и курить бамбук. Пойдемте вместе прогуляемся, я вам покажу. Вот могу здесь подойти, могу с той стороны. Здесь сидит Никитос. Пойдемте. Выключил сначала камеру, потом все-таки нет, решил. Давайте сначала здесь. Вот представьте себе, вы выходите с участка, со своего участка. У вас шикарный дом стоит, наподобие вот этого. У вас, соответственно, там баня, все дела, бассейн, такая тишина. Ребята, вы не слышите ни дороги, ничего. Вы имеете в виду, да, сейчас уже шесть вечера, уже темнеет. И вы такие раз-раз-раз-раз-раз идете, вам не нужно ничего. Вот здесь, кстати, тоже шикарная соседка, мы общались в свое время. Она тоже вот подумала, говорит, может быть, я там уеду в другой город, что-то, 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 что-то. Может, у нее шикарный участок, классный дом, заходил к ней в гости. Вот, и вы, значит, сюда приходите, вот так вот, сколько, делаете несколько шагов, и у вас здесь мостик. Здесь залита бетонная такая площадочка. Вы садитесь или спускаетесь вниз, или сюда закидываете удочку и кайфуете. Ну, теперь скажите мне, что это не благодать. Это я сейчас ночи вам снимаю. А если бы я это все снимал днем? Ну, посмотрите, какая благодать. Я искренне этим восхищаюсь. Я восхищаюсь этими для того, чтобы вам это продать. Мне это нравится. Я сам бы хотел здесь жить. Я всегда завидовал. Там два дома. Это у нас частный детский садик. Вот этот дом, если меня пальцы показывают. И вот этот дом. Это частный детский садик, и там живет моя знакомая. У нее частный детский садик. Там у нее кролики, всякая живность, птички, козочки и так далее. Она за всем этим максимально ухаживает. И детки здесь у нее сколько-то месяцев платят. И разово можно привести, и наискаке часов можно привести. Частный детский садик. Круто? Круто. Пойдемте с той стороны обойду. Поднялся. Пройду. Сейчас Никита меня будет ругать. Сейчас скажет, зачем ты снимаешь наше озеро? Я не хочу, чтобы здесь никто ловил рыбу. Я скажу, Никит, если здесь и будет кто-то ловить рыбу, то только местные. А если люди будут здесь ловить рыбу, они же понимают, что она не нескончаемая. И, соответственно, они будут ухаживать за нашим озером, прудиком. И, соответственно, что делать? Пополнять запасы рыбные. Вот. А каким образом они это будут делать? Они будут это делать, покупать рыбу, малька и запускать. Никит, я думаю, может, прорекламирует твою деятельность? По металлоконструкции. Я пока тебя не снимаю с себя. Видишь? У нас Никит занимается очень серьезными вещами. Я даже нес столько всяких станков. Но это отдельная история. Надо снять целый ролик про это. И он расскажет, собственно говоря, что там у него. Так. Ну, ладно. Я, в принципе, заканчиваю. Что не поймал? Нет рыбы, да, здесь? Нет. Друзья, рыбы нет. Рыбы нет здесь, на нашем озере. Рыбы нет. Поэтому сначала запустите сюда рыбу, а потом ловите. Рыбы нет. Конечно. Столько рыбаков. Откуда рыба? Красиво? Красиво. Вот скажите, что некрасиво. Вот это не вовремя. Что там сазанчик? Маленький окунь, да? Ну, не такой уж он и маленький. Он уже объелся. Иди домой, тебя зовут. Хавчик пришел. Ну, вот дорогие друзья, у вас есть возможность жить в самом лучшем месте на планете Сочи. На планете Сочи. Я вам напоминаю, что если вы в городе Сочи что-то продаете, и это ниже рынка, типа вот как этот участок, квартиру, апартамент, земельный участок, дом, без разницы, наберите интересующих по новой территории, которые всегда видите, время между тем, в голову экраны, скажите, «Мир Исаач, мы продаем, но чтобы это было ниже, и чтобы не было не то, что не стыдно показывать нашим подписчикам, а чтобы реально это их радовала цена, и они это купили, тогда я готов осветить ваш объект». А не то, что мы продаем дом, он там на 10 миллионов дороже, мы продавать ему 5 лет, мы не торопимся. Это мне не надо. Это мне не интересует, я там ничего не заработаю, и вы, соответственно, господа, ну тоже его не продадите. Поэтому только в этом случае. Если вам интересно подписываться на социальные сети, в описании под каждым роликом есть ссылочка. Инстаграм, БК, телеграм-каналы, Ютубы, Рутубы, Яндекс.Зены и так далее. Приходите, подписывайтесь. Господи, я испугался. Это что такое? Это кит? Фух, рыбы нет. Рыбы нет. Никита что-то с мотоцикла там не упал. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Нажмите колокольчик, и вам будут приходить уведомления о следующих роликах. И, конечно же, напишите комментарий. Незлобный, негативный, добрый семейный комментарий. Я вас всех обнимаю. Счастья, здоровья, любви. Берегите себя. Долгих лет вам жизни. Я вас люблю. За всю благодарю. Пока, семья. Я всегда для вас на связи. Пока. Закончим красивой панорамой. Я вас обнял. Пока-пока.